Привет, меня зовут Влада Казачища и в этом видео я буду перевоплощаться в Харли Квинн и я постараюсь показать вам свое полное перевоплощение, а также макияж. В описании под видео ты сможешь найти ссылки на все товары, которые я здесь использую, точнее постараюсь это сделать для тебя. А начну я с переводных татуировок, у нее они были как на лице, так и на ногах. Посмотрим, что у меня из этого получилось. Думаю, с ногами у нас все получилось и теперь я взяла целую майку и решила ее порезать. Так, чтобы это было довольно-таки правдоподобно. Думаю, что у меня получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Спрятать свои красные волосы было довольно-таки сложно под этим белым париком, но парик на месте и теперь можно приступать к макияжу. Для начала беру тональный крем, в этот раз Revlon, потому что он светлее, чем обычный мой тональный крем и прохожусь им по всему лицу. Все как всегда. В этот раз я даже взяла базу для грима, для того, чтобы отбелить лицо, как у Харли, но у меня ничего не получалось. И я взяла, разбавила ее дюролайном. Дюролайн это такой жидкий силикон, который помогает разбавить засохшее средство, так сказать. И хоть это мне немножко помогло. Ура-ура. Но не сильно, как вы видите. Хотя по сравнению с этой базой для грима, мой обычный бронзер выглядел реально очень темным и рыжим, поэтому пришлось хорошо поработать для того, чтобы его размазать по лицу. Но есть большой плюс, получился хороший эффектный контуринг. В этот раз я взяла хайлайтер из новой палетки от NYX и могу заметить, что он блестит просто нереально, потому что частички в нем более крупные, чем обычные и привычные для меня. А дальше я беру карандаш для бровей и делаю все как обычно с бровями. Ничего не меняется. Разве что цвет взяла немножко темнее, для того, чтобы брови были более эффектными, так как макияж у Харли эффектен во всем. Также я взяла новую палетку теней от Maybelline для того, чтобы проработать свой нижний ресничный ряд более темным цветом, а также для того, чтобы в конечном итоге пройтись более светлым цветом по всему веку. Теперь я беру новую палетку от NYX Ultimate под названием Electric. Она как раз подходит для этого макияжа, так как тут есть и голубой, и розовый цвет, и он просто отлично наносится на глаз, и отлично также размазывается для этого эффекта потекшести. Не изменяя саму фавориту, беру свою самую любимую подводку Epic Incliner и прорисовываю им очень красивую стрелку. Хоть у Харли не было стрелок, но мне кажется, что так макияж выглядит гораздо более эффектней, чем он есть сейчас. Также подчеркиваю черным карандашом нижнее веко внизу, для того, чтобы глаза были еще более выразительными. А теперь беру супер магическую подводку от NYX Death's The Point, которую можно делать вот так вот просто сердечки, потому что у нее конец в форме листочка. Кстати, обязана отметить для себя новую тушь от L'Oreal, мне она очень-очень нравится, потому что она не силиконовая, а из натуральных ворсинок, и она просто безумно классно прокрашивает ресницы очень красивым черным стойким цветом. Губы я рисую по старой проработанной схеме, сначала карандашом ввожу контур губ, затем уже прокрашиваю блеском для губ свои губы, и после этого, главное не забыть в этом макияже, оставить размазанность на нижней губе. Субтитры сделал DimaTorzok Вот что у меня получилось, очень надеюсь, что вам понравилось, если это так, то ставьте свой лайк под этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, вас ждет еще очень много всего интересного. Большое спасибо, я вас люблю, пока!